Уважаемый Олег Александрович, уважаемые дамы и господа, коллеги, друзья, искренне рад приветствовать участников презентации Вологодской области, представителей федеральных и региональных органов власти, дипломатического корпуса, российских и зарубежных деловых кругов, средств массовой информации. Я убежден, сегодняшнее мероприятие, первое, кстати, в таком формате в текущем году, поможет уважаемым гостям ближе познакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом, культурным, туристическим потенциалом этого самобыдного российского региона. Вологодскую землю неслучайно называют душой русского севера, как сейчас только что здесь было написано. Она в полной мере символизирует все то, чем богата наша Родина, все то, что всегда было надежной опорой на самых сложных этапах российской истории. Имея в виду, прежде всего, целеустремленность жителей региона, их готовность преодолевать любые трудности и любые невзгоды. И при этом всегда оставаться открытыми, дружелюбными, гостеприимными. В этом вы сегодня, конечно же, убедитесь. И все эти качества вологжан, которые помножены на природные богатства, залог успеха всестороннего развития области. Вологодская область – это действительно удивительный край, который сочетает в себе неповторимые природные красоты, культурные традиции, развитую индустрию и сельское хозяйство. На весь мир известны его визитные карточки, бренда, как сейчас говорят, вологодское масло, вологодское кружево, череповецкий металл, ну и, конечно, вотчина Деда Мороза, который специально сегодня во внеурочный сезон прибыл вас поприветствовать. Особо отмечу, что область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации по объему продукции промышленного производства на душу населения. Здесь такие гиганты металлургии и химии, как предприятие «Северсталь» и «Апатит», Череповецкий химический кластер, группа «Фосагра», крупнейшего в мире производителя высокосортных фосфатных удобрений. Регион славится развитым агропромышленным комплексом. Он в числе лидеров по производству молочной продукции, а знаменитые вологодские продукты в нашей стране и за рубежом ассоциируется исключительно с самым высоким качеством. Область располагает развитой транспортной сетью, связывающей ее с основными российскими городами, а также с рядом зарубежных государств. На территории региона находится важный железнодорожный узел с Теверной железной дороги. В Череповце функционирует один из крупнейших портов на Волго-Балтийском водном пути. Вологодчина – регион с богатыми культурными и духовными традициями, с насыщенной историей. Областному центру и крупнейшему городу края Вологде в этом году исполняется 875 лет. Многие купцы, первопроходцы, мореходы, осваивавшие Сибирь, Алиутские, Курильские острова, побережья Северной Америки, были родом из Вологодской губернии. Среди них такие выдающиеся личности, как Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Владимир Атласов и, конечно, Иван Кусков, основатель крепости Рос, ее называют Форт Рос в Калифорнии, который отдал служение Русской Америке более 30 лет своей жизни. Немало значимых страниц писали в Вологжане в историю российской дипломатии. Например, в 1556 году Осип Непея был направлен Иваном IV в Лондон в качестве главы первого российского посольства в Англии. С февраля по июль 1918 года Вологда была дипломатической столицей Советской России, куда были эвакуированы из Петрограда представительства 11 посольств и миссий иностранных государств, включая Соединенные Штаты, Англию, Францию, Китай, Бразилию и другие страны. Мы приветствуем нацеленность руководства региона и его деловых кругов на поиск новых зарубежных партнеров, на привлечение инвестиций, модернизацию промышленности и сельского хозяйства, расширение культурно-гуманитарных связей, наращивание туристических обменов. Там, правда, есть что посмотреть. В конечном счете, повышение благосостояния жителей Вологодской области это та задача, которую решает руководство Вологодчины. МИД всегда оказывал и будет продолжать оказывать этой работе всемерное содействие. Уважаемые коллеги, вы сегодня сможете приобщиться, лично приобщиться к традициям русского севера, попробовать продукты высочайшего вологодского качества. Убежден, что в ходе встречи удастся наметить новые перспективные направления сотрудничества. В заключение хотел бы пожелать губернатору области Олегу Александровичу Кувшинникову, жителям региона и всем присутствующим, разумеется, здоровья, благополучия и новых успехов. Спасибо. Мы благодарим Сергея Викторовича.